Девушки отдыхают В котором мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспомним события 11 декабря. 11 декабря 1891 года принято считать датой рождения всемирно известного шведского производителя грузовиков компании Scania. На самом деле в этот день в городе Сидертелье, недалеко от Стокгольма, была образована вагоностроительная компания Вабис. А в августе 1896 года в Мальме была основана компания Scania, выпускавшая в начале велосипеды, а позднее легковые автомобили и грузовики. Когда же в марте 1911 года Вабис и Scania объединились, то от первой осталась дата рождения, а от второй название. Имя Scania предпочли, видимо, из патриотических соображений, так называется одна из провинций Швеции. Но выпускаемые новообразованные компании автомобили сохраняли двойное имя Scania Вабис до 1968 года. В настоящее время Scania, кроме прочных и надежных грузовиков, изготавливает широкую гамму автобусных шасси, а также судовые и промышленные силовые установки. 11 декабря 1931 года в Советском Союзе принимаются правила уличного движения. Приказом начальника Главного управления рабочей крестьянской милиции утверждены типовые правила уличного движения, на основе которых местные советы разработали и ввели свои, опять же, местные правила уличного движения. Единых правил, которые бы действовали на всей территории Советского Союза, не существовало до 1 января 1961 года. 11 декабря 1935 года родился Фердинанд Александр Порше, внук великого конструктора. Естественно, что он пошел по стопам своих знаменитых деда и отца, но в отличие от них он был больше склонен к дизайну, а не к технике. В 1962 году Александр становится руководителем фирменной дизайн-студии и через год появляется новая модель, взамен устаревшей 356-й, Порше 911, навеки прославившая своего создателя. Как нетрудно подсчитать, Фердинанду Александру в это время было всего 28 лет. Однако сам Александр заявлял, что его любимица Порше 904, также появившаяся в 1963 году и считающаяся одним из самых красивых спортивных автомобилей. Два шедевра за один год, но неплохо. К лучшим творениям Фердинанда Александра Порше также относится болид Формулы 1 Порше 804. В этот день в 1938 году директор автомобильного завода имени Сталина издал приказ номер 79 об изготовлении спортивного автомобиля ZIS-101A Sport по собственной инициативе спроектированного группой молодых инженеров из КБ экспериментального цеха ZIS. В приказе расписывался график создания автомобиля. Изготовление деталей планировалось выполнить к 1 июня, а сборку и испытания на стендах к 15 июня 1939 года. Первый советский спорткар в единственном экземпляре сделали к 20-летию всесоюзного Ленинского, а тогда еще даже Ленинско-Сталинского коммунистического союза молодежи. Побыв подарком комсомолу и объектом внимания на партконференции, ZIS-101A Sport оказался не нужен никому, кроме своих создателей и в серию не пошел. Сам спорткар затерялся и его судьба неизвестна. Ну а в настоящий момент есть лишь воссозданный вариант советского спорткара, который представили в Москве в 2012 году на Олдтаймер-галерее. Ну а более подробнее про историю этого автомобиля мы рассказывали в своем недавнем видео, поэтому можете посмотреть, кому интересно. Это очень занимательная история. 11 декабря 1967 года, согласно приказу по Минавтопрому, Луцкий машиностроительный завод переименован в Луцкий автозавод ЛуАЗ. С этого времени его специализацией стало производство грузопассажирских автомобилей малого и особо малого классов, а также транспортеров военного назначения. 11 декабря 1993 года, Лунаход-1 вместе с посадочной ступенью станции Луна-17 был выставлен фирмой Лавочкин Ассоциэйшн на аукционе Сотбис. При заявленной начальной цене в 5000 долларов, первый лунный автомобиль ушел за 68500 долларов США. Покупателем оказался сын одного из американских астронавтов. 11 декабря 2001 года в столице Саксонии открыт новый автозавод концерна Volkswagen, предназначенный для сборки моделей представительского класса Фаэтон. На тот момент стеклянная мануфактура в Дрездене была единственным в мире заводом, где сборка автомобилей происходила за прозрачными стенами. Все внешние и практически все внутренние стены сделаны из стекла, а само здание расположено в городском парке. Ну а вредного производства как такового тут нет, на фабрике происходит лишь конечная сборка автомобилей и все комплектующие поставляются с других заводов Volkswagen. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь Автомобильной Истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем ютуб канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами, так удобнее будет следить за выходом новых серий. Подписывайтесь на канал Техно и Нот на ютуб. Делитесь пожалуйста своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео, будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра.